У меня трагическая ситуация случилась. То есть, во-первых, я летел на сбор в Майами. Судья вела себя безинтересно, практически засыпала. Вот эти все марафонские диеты, они здесь не подходят. Печерский суд все собирается, да, и я не еду с тобой в юан. Покажите нам, пожалуйста, DJI. Всем привет, меня зовут Андрей Мажара. Андрей Анистрад помог мне подготовиться к этому старту. Как, впрочем, и начинает заниматься третий-дором. Я пришел на его темп в январе этого года. Поплыли, 150 метров остается. Давай, не начинай отдышать. Мне посчастливилось получить слот на чемпионат мира после 8 месяцев занятий. Андрей порекомендовал провести тренировку на треке с поддержанием одной скорости. Андрей будет ехать на электроглазпеде, а я буду ехать на своем. Также мы взяли сабы. У меня через несколько дней начинается сужение, кардинальное снижение нагрузок перед самим стартом. Для того, чтобы поддерживать тело в тонусе, мы будем кататься на воде, получать удовольствие и приятные нагрузки одновременно. Еще мы взяли самую модную, самую новую версию дрона. По вынужденному обстоятельствам Андрей не едет со мной в ЮАР, но едет его команда. С этого дрона мы снимем красивую картинку. Мы готовы меня к поездке. Надо хорошо снять сами соревнования. Соответственно, мы выбираем технику, которую будем снимать. Покажите нам, пожалуйста, DJI. Это идет самый крутой DJI, который есть на сегодня. DJI Phantom 4 Pro. Здесь идет аккумулятор, который смены. Вы можете заменять. Полета хватает до 30 минут. Хорошо. Чем вот этот отличается от вот этого? Здесь идут абсолютно разные камеры. Вот такой на Альбрусе снимали, а вот такой у меня третий разбился недавно. И сейчас нам его надо заапгрейдить. Мавик Pro, он крут тем, что он очень компактный. Вы его вот так вот сложили, там зацепили и все. И там идет в комплекте маленькая сумочка, которая тоже там, ну, обычная барсетка, в которой помещается три аккумулятора, пульт, запасные лопасти и сам дрон, вообще говоря. Какая гарантия? Гарантия идет год, официальная гарантия от DJI. Поэтому международная. А у вас дешевле, чем у DJI? Та же самая цена. Они, они наш поставщик. А тут маленький, это что микроскопический? Это DJI Spark идет. Его разрабатывали, ну, назвали, проще говоря, селфи-дроном. Фишка этого дрона, то, что он распознает жесты. То есть вы можете сделать, вы его запустили, вы можете сделать так, он вас сфотографирует. Потом еще есть, программируется много, есть много жестов, в которые он может отлететь, начать вас просто снимать и облетать периодически. Поэтому, и делать фото и видео. Также есть пульт, пульт отдельно к этому покупается. Или можно комбо-набор взять, в котором тоже пульт будет. Я считаю, что надо брать вот этот. Phantom DJI 5. И он так, раз, мы так, раз и полетели. Ну вот так. Это, если говорить о Цитрусе, то они, конечно, ну, развивают этот город такими велосипедами. А у меня трагическая ситуация случилась. То есть, во-первых, я летел на сбор в Майами на две недели. Потом я должен был делать половинку в Пуэрто-Рико. Ко мне летела семья из Киева. И у тебя бы нету паспорта. И я теряю два паспорта, 10 тысяч долларов кэша и вообще все. И вот, вот, просто. Косты, которые я потерял, понес где-то около 20 долларов. Наверное, даже больше. У тебя же не было тогда сервиса MySafety, правильно? Сервиса MySafety не было. Сервис MySafety получился уже позже. И если бы он был, то, наверное, они бы что-то сделали. Короче, я тебе рекомендую попробовать сервис MySafety. Я очень хочу, чтобы ты ничего не потерял. Потому что, когда ты летишь на Iron Man, вот надо все тютелька в тютельку. Смотри. Что тебе рекомендую? Первое. Взять форму и все, в чем ты будешь делать, в рюкзак с собой. Никуда не сдавать. Никуда не сдавать. Второе. То есть, кроссовки и стартовый костюм? Кроссовки, стартовый костюм, резинка, шапочка, очки. Вот все, что тебе... Самое главное. Все, в чем ты будешь стартовать, у тебя должно быть все время с собой. И ты вот это все время с собой должен никуда не разделяться. Сюда можно положить все остальное. Тебе надо прилепить вот эту штуку. Тебе надо прилететь вот этот бейдж. Что он тебе дает возможность. Если ты его вдруг потеряешь, и его кто-то найдет, то за награждение его быстро тебе вернут. Дай бог, чтобы ты его не терял, но тем не менее сервис полезный. Вторая штука. Тебе наклеечку надо сделать на паспорт. И то же самое произойдет с твоим паспортом. А давай я паспорт сейчас сниму? Давай, давай. Вот так судьба моей поездки в ЮАР была предрешена Печерским судом. Вот представляешь, Печерский суд, все собирается, да, и я не еду с тобой в ЮАР. Ну, ты же... Это должно было, это ради чего-то. Это что-то, от чего-то меня бог удержал. Да, наклейка на паспорт. Так, а что вот эта липучка дает? Если вдруг твой паспорт потеряется, то тебе помогут восстановить паспорт, если его не найдут. А если найдут, то быстро вернут. То есть человек, который нашел паспорт, он знает, куда звонить? Да. Я на самом деле на своем паспорте, на своем телефоне давно собираюсь навесить, звонить при находке туда-то. Но вот ты уже это сделал, поэтому позвонят, отдадут и быстро вернут. Бин-даблый, бин-даблый. Так, наклейка здесь. Смотри, ну так, если по чесноку, по дистанции, самое главное, в половинке не спешить. Не делать, вот ты думаешь, если это чемпионат мира, дополнительная ответственность, вот заклинаю тебя вообще. Вот плывешь, вот ты сейчас в бассейне старался, ты там лупил, да? Плывешь, вот чем спокойнее, тебе все равно даст все адреналин. Дадут вот эти касания, даст все. Вот надо расслабиться и плыть, вот чтобы ты в голове считал, что ты плывешь, ну вот надо на 75%, а тебе голова будет говорить, ну ладно, сейчас вот 80%. Это плыть, вышел из воды, причем вот ты должен понимать, что 32 или 33 минуты или 31 ничего не решает. Второй момент, вышел, поехал, не надо лупить с самого начала, надо вкатиться, надо вкатиться, разъехаться, будет ветрено, скорее всего, будет прохладно. Это тяжелая гонка для вело, да? Поэтому спокойно сориентировался, спокойно сел на велосипед, ни в коем случае не вляпаться в какой-то завал. Внимательно, особенно первые километры. Выбежал из транзитки, сел и поехал. Что до подозри, посилания сторон захисту недовидностей, ну я вважаю, что трошки переключают факты. Вернуваю звертаву группы лицензу наступную вставку. Ситуация произошла с таким образом. Голова правления, голова наглядового ради, который одновременно является владельцем Украинского банка, выполняет выезды князивства Литтенштейн, где связывают с вопросом открытия корреспондентского рахунка для Украинского банка и использование денег для Петербанка. Это законно, в этом случае нет. Будь-яких нет. В нервный разговор приходят разные люди, которые находятся в дружных отношениях с подозрянным, среди которых и народные депутаты Украины, и достаточно замужные люди, и олигархи. Поэтому они также могут нести в этом составе. Закон все позволяет. А почему вы обратились к суду с несъединенным плохотением? Ваша жизнь. Спосредственно я не обратился. Я тоже не имею вопрос. Я имею вопрос к органу прокуратуры, который вернулся с несъединенным плохотением. Почему не обронировано? Потому что суд отказался. И вы согласились с позицией суда в первую инстанцию. Вы просили арест. Санктернативой? Да. И другую составу. Но в тот же время вы не апеллюете. Погоджитесь. То почему органы прокуратуры вертаются с не обронированным плохотанием в суде? Я считаю, что она обронирована. Ну то я же обронирована, что суд правильный решение. Реационную скарбу подозрительного виновата Андрея Аркадьевича. Залишите без задоволения. Палаху, в суду, набирая законное сезонное проголошение, остаточное скарбу не подляет. Повний текст будет проголошено 18.09.2018 года о 16.00. Судовое заседание оглашается за клипом до побачивания. Суд второй инстанции оставил решение в первой. А именно, в содержании под стражей отказать, залог оставить на уровне миллион долларов. Что это значит? Первое. Практики особо нет, чтобы апелляция полностью уничтожала решение первой инстанции. Это раз. Второе. По сути, я понимаю, что меня держат в растяжке. И эта растяжка, наверное, еще продлится долго. И я к ней готов. Прокурор обмолвился, что дело к передаче в суд не готово. Это значит, что они будут ходатайствовать об изменении сроков, о продлении за побежного захода. Но, откровенно говоря, они просто морочат мне голову. И я понимаю, что они это будут делать долго. Доказать несвершенное невозможно. Поэтому с этой точки зрения я держусь с оптимизмом. Меня, конечно, расстроило то, что судья засыпала на заседании. Если судья первой инстанции очень спешила, буквально там, давайте быстрее, 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 быстрее. И я могу допустить, что... Вернее, я допускаю, скорее всего, что у них было общение со стороной обвинения до процесса. То здесь судья вела себя без интереса. Ну, что будет дальше? Будет дальше завтра заседание первой инстанции. Они опять будут слушать по сути, почему я не внес. Слушать мои доводы. И либо принимать, либо не принимать их. Ну, как-то реагировать на них. И в результате будет какое-то новое или не новое решение, да. Прокурор пришел в часах дороже моих в пять раз. И при этом рассказывает о том, что у меня 30 паркомест. Не знаю, где он 30 паркомест, но что у меня паркоместа одно. Которое куплено в 2000... Нет, в 1999 году. Аргументы, которые принес прокурор, это то, что у меня очень много имущества. Ты говоришь, давай-ка, дружище, иди закладывай имущество, вноси обеспечение. Потом он смутился, что за меня пришел просить Таруто в суд поручителем ходатайства вносить. И назвал его олигархом и сказал, что, типа, дескать, можешь попросить у них, у этих, у олигархов, у депутатов. Расскажи про эти боты. Смотрите, идет, получается, у нас сейчас представлено два борта. Они все надувные, довольно-таки компактные. Получается, вот здесь идет, наверное, лучше подувь. Вот моторчик идет, который, в принципе, разгоняет собор. За ногу цепляет и все. Здесь, получается, идет вот аккумулятор. Аккумулятор съемный идет. То есть вы можете, грубо говоря, оставить его где-то в гараже, аккумулятор с собой забрали, дома зарядили, и погнали опять плавать. Интересно. Как-то так. А как на нем можно управлять? С веслом? С веслом, стандартно, да. Или ручками попробовать можно. Хорошо, покатаемся. Вот это сейчас самая маленькая, скоро идет самая большая. Ага. Не, ну давай на везде лучше. У нас сейчас с Андреем тренировка на сапах. У нас не тренировка, мы просто будем висеть. Мы просто будем висеть на сапах. Мы себе придумали такую тренировку. Да, да, мы себе придумали вот такой разочтение. Замин серьезных нагрузок. А28-1-6-6-3-2-1-1-2-1-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2. А60-1-3-1-1-2-1-1-2-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-3-1. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мне кажется, это больше городская версия. Он чисто городская, гражданская версия для перемещения по городу. И особенно его плюс это толстые колеса и достаточно, скажем, низкая восприимчивость всяких неровностей дороги. То есть он нормально едет по грусчатке, нормально едет по всяким корчам и так далее. Что можно на треке делать Андрею вообще? Это вот совсем ограничен во времени, нет времени выезжать за город. Зашел на трек, час-полтора открутил, собрался и ушел на работу. И огромный плюс, что трек находится именно в самом центре. Его отремонтировали, вложили сюда кучу денег. Здесь есть место, где поесть, здесь место есть для раздевалки. И минус из трека это то, что если плохая погода, то он не применит. Вот и все. То есть снег не работает, там сильный дождь не работает, мокро не работает. Но для лета просто феноменальное место для тренировок. Сожалею о том, что судья заболел. Но честно говоря, звезды говорят так, что у нас сегодня ни одного, ни одного нету моего поручителя. Поэтому это классно, что у нас перенос на неделю. Неделю будет, конечно, гвоздь в жопе. Я буду думать об этом, но ничего, я уже привык. У меня уже гвоздь целый месяц торчит, поэтому я нормально. Дорогие друзья, по сути, хочу сказать несколько позиций. Сегодня шестое заседание суда по избранию меры пресечения. По сути предыдущих заседаний. Фактически мы прошли один процесс, который начался в Печерске. И вчера мы получили подтверждение решения Печерского суда по избранию меры пресечения в виде 27 миллионов гривен. Это миллион долларов. На первом заседании судья очень спешила. Она, судя по всему, планировала уехать в отпуск. И практически прерывала всех, кто выступал. На втором заседании, вчерашнем апелляции, судья постоянно срывалась носом. И, наверное, что-то у нее было ночью, что не позволило ей внимательно слушать доводы защиты и мои. По сути, могу сказать следующее, что сегодня такое опять якорное решение. Собственно, сегодня можно выйти из зала заседания в браслетах. Можно надеяться на то, что нас услышат и примут объективное решение. По сути, оборудованности пидозры. Пидозры базируются на двух основных тезисах. Первое – это показания работника банка Африк, который, по сути, свидетельствует о том, что я был в Африке и подписывал документы по бенефициарству. Собственно, это комплайнс. К сожалению, следствие не прикладывает документы для рассмотрения, что я подписывал еще порядка таких семи документов, в том числе Коммерсбанк, в том числе Райфайзенбанк, в том числе Банк оф Чайна. У нас было порядка 20 рабочих корсчетов, и в добрую половину я подписывал документы по комплайнсу как основной бенефициар. Никаких больше данных в показаниях этого работника не содержится, и все остальные предположения, следствия базируются исключительно на предположениях. По вчерашнему заседанию. Вчерашнее заседание, мы от него не ждали каких-то сюрпризов. Я надеялся на более объективное решение, но могу сказать, что один из судей вступил в перепалку с прокурором и обвинил его в том, что у него не было полно пидозра. То есть, там был такой маленький момент, что они просят содержание под стражей. Как сказал Наполеон, проси невозможное, получишь максимум. Собственно, это и является основной формулой подозрения, которую они вкладывают в свои участия в судебных заседаниях. По размеру залога. Я говорил и продолжаю утверждать, что размер залога является неподъемным для меня и невозможным. Мы будем ходатайствовать о возможном взятии меня на поруки народными депутатами. К сожалению, они сегодня не смогут присутствовать, поэтому будем ходатайствовать о переносе для того, чтобы использовать этот фактор в решении этой проблемы. Любая сумма, взятая с неба, она не является подъемной. То есть, мы предоставили суду документы у моих доходов за последних три года. И из них четко видно, что... Drive Anistrata 3.0 это курс видеоуроков для тех, кто застрял вне сурка, для тех, кто уперся в потолок, для тех, кто хочет начать новую жизнь, для тех, кто хочет начать свой бизнес, но что-то ему мешает, для тех, кто погряз в одинаковой истории каждый день, которому что-то мешает, который не знает, как это сделать. Переходите по ссылке, отправляйте заявку и вы получите супер предложение. Курс состоит из трех основных частей. Первое. Видеоуроки. Второе. Домашнее задание, которое позволяет технически закрепить тот материал, который вы получаете в видеоуроках. Третье. Отправить репорт, получить обратную связь. Очень важно четко отдавать себе отчет, что вам это нужно сейчас. И только в этом случае надо перейти по ссылке и отправить заявку. Только не книжные советы, только личный опыт. Самые мощные факапы. Самые мощные провалы, приводящие меня к пикам. Я поделюсь ими именно с вами. Drive.Aniestrata.3.0 Я буду рад помочь вам выйти из дня с руками. Я буду счастлив, если я изменю хотя бы тысячу человек. Переходите по ссылке, отправьте заявку. Все, будем. Потому что в марафоне... Зачем это делается в марафоне? В марафоне делается это за тем, чтобы создать углеводный адепок гликогенов печени, который тебе помогает бежать после часа 45 гонки. И у тебя там надо добежать еще часок, и ты не питаешься, потому что ты боишься, потому что пульс высокий и нагрузка на печень. Здесь другая нагрузка. Не надо этого делать. Я это пробовал, это не работает. Но последний день можно ехать, и есть там мясо. Я считаю, что я бы мясо не ел, потому что в чем риск мяса? Мясо у тебя дольше переваривается. Оно может у тебя остаться в кишечнике, и ты его оставишь с собой, повезешь на гонку. А когда ты начнешь лупашить, у тебя метаболизм включится, оно у тебя начнет падать вниз, и у тебя создается ощущение, что у тебя надо сходить в туалет. Поэтому я тебе рекомендую всячески, всячески, есть как можно больше. Смотри, у тебя есть 4 места для подфляжников, да? Один подфляжник, ты... У меня три. Сзади две, и впереди фляжа. А весь Мотлов там ремонтный, и все ты это берешь, ключи какие-то. А оно в мешочке там потяло. Тогда рекомендации следующие. Смотри. Одна шляга, ты ее должен набить гелем. Причем гели надо считать, исходя из 1 гель на 20 минут езды. Если ты планируешь ехать 2,5 часа, соответственно, ты берешь своих 60-60 плюс 30, еще запаса, условно говоря, 3-3-3, примерно 9 гелей. То есть это от средних или от больших? Не-не-не, это вот там написано должно быть 20 минут энергии. Ну, это, в общем, 40 грамм или 50 грамм. Да-да-да, небольшие такое. Ты их набиваешь внутрь этой фляги. Делай это с утра. Не ставь ее с вечера, потому что может быть там жарко, может закиснуть. Чуть-чуть добавляешь воды, чтобы оно было жидкое, потому что гонка будет холодной, оно может вообще быть дубовое. Ну, то есть ты будешь давить. Чуть-чуть добавляешь воды, условно говоря, одну пятую часть, да, разбалтываешь и ставишь, это одна фляга. Вторая фляга. Вторая фляга тебе нужна с чем-то, что дает тебе воду. Я лично обычно пью яблочный сок на 50 на 50 с водой. То есть это лучше, чем Coca-Cola, это там более приемлемо для моего желудка. И я беру таких две фляги, если у меня есть место, да. Потом, если я выпиваю это, то и на пунктах питания я беру или колу, или воду. Если колы нет, то воду. На вело, на вело, обязательно. Смотри, рекомендую тебе не возить лишнюю жидкость. То есть ты когда одну выпьешь, выброси эту флягу и едь на второй, но ты должен посчитать пункты питания, чтобы тебе хватило на двух фляг доехать до... Там каждые 10 километров. Вообще прекрасно. Тогда лишнего не бери. И тогда возьмешь одну Coca-Cola и будешь пить Coca-Cola просто на дискотеке, хотел сказать. На дискотеке мы после старта уже... На дистанции. Смотрите. Второе. Третье. Когда вы бегаешь на бег, этот бег не такой, как обыкновенный полумарафон. Есть надо прямо с первого, с пункта питания, прямо гелями давиться. Не совай себе гели туда, это чемпионат мира, там все будет идеально организовано. Поэтому гели будут точно на пунктах питания. Бери с собой батончик, батончик подъедай, гели подъедай и запивай водой, и запивай Coca-Cola. Энергоснабжение совсем другое, чем на велосипеде. Ты когда приезжаешь после велосипеда, тебе надо есть. Ты уже, условно говоря, полупустой. Поэтому тебе надо есть и надо обязательно это делать. Транзитку ты проходить не умеешь, я тебя не научу уже сейчас. Да умею я проходить транзитку. Да я знаю, как ты правильно умеешь. Посмотрим по концовке, что она у тебя будет в два раза хуже, чем у лидеров. Можем замазать. Давай так, если в два раза хуже, чем у лидеров, то ты мне отдаешь майку, которую тебе дадут на ставке. На ставке. Это самая мощная батарея 4000 мегапикселей в секунду. Я, наверное, правильно сказал.